На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Елена Волкова и коротко о главном в этом выпуске. Когда начнут строить школу в 17 микрорайоне и сколько на самом деле в Нефтьюганске частных детских садов? Горожане обсудили важные темы на публичных слушаниях по бюджету. Положили на лопатки. Нефтьюганцы взяли золото на первенстве Уральского федерального округа по вольной борьбе. Единство времен и знаковых событий истории России. Хор Сретенского монастыря презентовал новую программу на сцене культурного центра. Когда начнут строить школу в 17 микрорайоне и сколько на самом деле частных детских садов в Нефтьюганске? Эти вопросы прозвучали в молодежном центре «Юность». Здесь прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год. Подробности далее. Главная задача – обеспечить сбалансированность бюджета, повысить качество и эффективность управления финансовыми ресурсами. В прошлом году муниципалитет не справился. Бюджет, как и прежде, был социально ориентированным. Согласно отчету, в 2017-м доходная часть составила 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Расход был почти таким же – 6 миллиардов 600 миллионов. При запланированном дефиците – 231 миллион 663 тысячи рублей. Исполнение на конец года сложилось с профицитом – 192 миллиона 890 тысяч 757 рублей. Расскажите, что со строительством новой школы в 17 микрорайоне. Будет ли построено? На вопрос ответил исполняющий обязанности главы города. Школа будет. В этом году к ней планируют провести инженерные сети. Строительство должно начаться уже в следующем году. Осталось найти и консессионера или, по-простому, инвестора. Где-то пять уже организаций к нам обращались. То есть, интерес к этой школе есть. Сумма строительства составляет около 2 миллиардов рублей. Поэтому объект сам интересен для строителей. Там другой вопрос, который всегда возникает. Конституционное соглашение предусматривает строительство и затем еще три года эксплуатации организовать учебный процесс. Вот в этом для наших инвесторов возникает сомнение. Смогут ли они организовать этот учебный процесс? Но я думаю, что все вопросы эти будут решены. И я уже говорил, будет повторяться, школа будет построена. Вопрос по лужам межсезонья. Руководитель департамента ЖКХ Дмитрий Лопарев назвал эту проблему нерешенной. Но пообещал, что определенные сдвиги будут уже в этом году. Третий и последний вопрос по частному образованию. Какие частные дошкольные образовательные учреждения функционируют в городе? Ответ дал департамент образования. Если говорить о лицензированных садах, то их сегодня два. К семи гномам в этом году добавился еще один. Детский садик «Кидз». Это всего 25 ребятишек. Поэтому у нас два детских сада частных, которые имеют лицензию на образовательную деятельность и осуществляют ее в соответствии со всеми требованиями на законных основаниях. Если вопрос стоит об индивидуальных предпринимателях, да, они у нас есть. Свыше 15 индивидуальных предпринимателей, но они осуществляют деятельность по присмотру и уходу. Образовательную деятельность они не осуществляют. Больше вопросов не поступило. Отчет об исполнении бюджета за 2017 год поставили на голосование. Всего в зале 158 участников слушаний. Все проголосовали за утверждение документа. Мария Сераева, Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Россияне готовятся отметить один из главных праздников страны – 9 мая. К празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нефтеюганске все готово. Программа мероприятий расписана по часам. Заявки для участия в параде уже приняты. 9 мая в 11 часов дня у памятника воину-освободителю пройдет торжественная церемония возложения цветов. В полдень начнется шествие участников уже традиционной акции «Бессмертный полк». В это же время на Комсомольском бульваре откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Нефтеюганский Арбат». В час дня начнется парад Победы. В шествии организованной колонны примут участие 12 тысяч горожан. В 14.30 стартует легкоатлетическая эстафета. Забег пройдет по улицам Ленина, Гагарина, Нефтяников. И начнутся народные гуляния. Кульминацией Дня Победы станет праздничный фейерверк на набережной у памятника первопроходцам. Начало в 10 часов вечера. Подготовка к празднованию Дня Победы уже идет полным ходом. Подключиться к этому процессу следует и нефтеюганцам, которые планируют стать участниками всероссийской акции «Бессмертный полк». Что для этого нужно сделать, ответы в нашей рубрике полезно знать. Первое, что необходимо сделать, собрать всю информацию о своем героическом предке. За помощью можно обратиться к специализированным сайтам. Мы воспользуемся проектом «Память народа». Вводим имя героя. При необходимости можно воспользоваться расширенным поиском. Но мне этого не нужно. Мой прадед Трондин Михаил Григорьевич. Третий в списке. Открываем. Здесь информации предостаточно. Например, указано место призыва. Помимо этого, есть боевой путь солдата. Вот он на карте показан. И, конечно же, указаны медали, которые получил мой герой. Например, мой прадед получил медаль за боевые заслуги, за то, что проявил заботу по уходу и содержанию законским составом. Информация есть. Готовим транспарант. Четких правил по его оформлению нет. Есть только рекомендации. Размер фотографии формата А4. Если портрета в семейном архиве не нашлось, размещаем логотип акции. Снизу имя и звание героя. Запрещается использование корпоративной, политической атрибутики, каких-то лозунгов, призывов. То есть, все только та информация, которая касается непосредственно воина и непосредственно участников Великой Отечественной войны. Это все, что требуется от нефтеюганцев. Следующий шаг – прийти нашествие 9 мая. Кстати, будьте внимательны. Бессмертный полк в этом году пройдет до Парада Победы. Мы решили сначала отдать дань уважения нашим героям, которые приняли участие в этой войне. Кроме этого, наши ветераны, которые будут находиться на площади. Все-таки для них, на мой взгляд, выдержать шествие двух вот этих вот очень больших колонн довольно сложно. Поэтому между шествием и парадом предусмотрен 15-минутный перерыв. Ожидается, что в этом году в акции «Бессмертный полк» примут участие более 5000 горожан, тогда как пять лет назад с портретами своих героических предков вышли только 70 человек. Формирование колонны «Бессмертный полк» пройдет на пресечении улиц Нефтяников-Молодежная. Начало здесь сразу за перекрестком. Старт построения в половину 11-го. Горожанам рекомендуется тепло одеться и, самое главное, не забыть взять с собой праздничное настроение и транспарант с фотографией своего героического предка. Кристина Кочарова, Денис Ефремов, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». Дому детского творчества исполняется 50 лет. Сегодня здесь работает более 40 педагогов и занимается свыше 3000 мальчишек и девчонок. А 20 мая 1968 года в совсем еще молодом городе открылся Дом пионеров и школьников. Вера Григорьевна Дюрягина – одна из первых пионервожатых Нефтеюганска. Дом пионеров тогда находился на месте сейчас магазина «Радуга». Такое маленькое однотажное здание. И всего одна комната там была. И вот я летом там работала. С тех пор Дом пионеров неоднократно переезжал, рос. В 90-е, как и вся страна, пережил нелегкие времена. Многие нефтеюганцы помнят, когда он располагался на первом этаже жилого здания в 12-м микрорайоне. Сейчас это крупнейшее учреждение дополнительного образования в Юганске, которое может похвастаться многочисленными победами воспитанников на всероссийских олимпиадах и конкурсах. Чем живет дополнительное образование и ДДТ сегодня? С каким настроением коллектив встречает свой юбилей? Об этом в пятничном эфире программы «Лечерний гость». Не пропустите. Ровно 32 года назад произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. С тех пор 26 апреля отмечен Днем памяти погибших в радиационных авариях. В Нефтеюганске сегодня прошла церемония возложения цветов и венков к подножию памятника верным сынам Отечества. Почтить память жертв трагических событий пришли десятки нефтеюганцев. Далее без комментариев. 1986 год вошел в историю развития нашей цивилизации печальной и трагической даты. Такой техногенной экологической катастрофы человечество еще не знало. О том, что произошла катастрофа, страна узнала только после 9 мая. Через Горнива Чернобыля прошло 600 тысяч наших граждан. Не щадя своей жизни и здоровья, защитили большую часть населения от возможных последствий, тяжелейших. То, что совершили люди в то время, которые были посланы на ликвидации аварии, сравнимы, как говорит отец Николай наш, с Голгофой, на которую они пошли и положили свои жизни. Среди них, конечно же, и наши земляки. Пусть наша замечательная сибирская молодежь знает об этих событиях и будет готова в любой момент помочь своей родине встать на защиту не только от радиации, но и от любого другого опасного события. Россия! Время вперед! С новой концертной программой в Нефтьюганске выступил хор Сретенского монастыря. Это уже их четвертый совместный масштабный проект с нефтяной компанией «Роснефть». Постановка, которую авторы представили сегодня, отражает и раздельное единство времен, лиц и знаковых событий и тысячелетней истории нашей страны. Восемь картин с отдельными ступенями в судьбе государства. Концертная программа «Россия. Время. Вперед!» состоит из ряда тематических эпизодов, в том числе о любви, вере и силе человеческого духа. В этих образах, в этой музыке пытались воплотить те какие-то очень важные исторические моменты, через которые прошла наша страна, от крещения Руси до этого времени. И, конечно, главная идея – это тот дух великой истории нашей страны, которую мы и попытались воплотить в этом проекте. Ежегодно проект привлекает к участию известные коллективы артистов театра и кино. За художественное слово в концертной программе «Россия. Время. Вперед!» ответственна Любовь Толкалина. Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. И читаю я с удовольствием мои любимые стихи Сергея Есенина, Симонова, я читаю Марии Петровых, Осипа Мандельштама. Ну, то есть, надо сказать, что, наверное, в моей программе, которую я сегодня объявлю зрителю «Нефтьюганска», нет ни одного стихотворения, к которому бы у меня не было личного отношения. Великой Победе посвящаются не святые святые. Романовы предыдущие социально-культурные проекты прошли в «Нефтьюганске» с огромным успехом. Многие сотрудники «Юганскнефтегаза» и жители города стараются их не пропускать. Ну, у них самый первый концерт был очень трогательный, православный, можно сказать. Там душевные очень были песни, ну и, в принципе, у них все концерты, которые проходили, они душевные. Концертная программа «Россия. Время вперед» объединила в себе оперные арии, шедевры советской эстрады, современные композиции и хоровые сочинения. Гастрольные туры проходят в 22 городах присутствия нефтяной компании «Роснефть» с марта по июнь 2018 года. Авторы уверены, что постановка не оставит равнодушным ни одного зрителя. На закате дня, обниму жену, на мою гоня. Кристина Кочерова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Взяли тактикой и сильным характером. Эмир Малаев и Исламдин Черевмурзаев завоевали золото на первенстве Уральского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Участников было более 100 человек. Нашим ребятам в своей весовой категории достались серьезные соперники. За победу боролись буквально из последних сил. В приемах вольной борьбы задействованы, можно сказать, все виды спорта – акробатика, плавание и даже шахматы, когда за доли секунды нужно наперед просчитать все свои ходы. Все знания и опыт пригодились ребятам уже в первый день. Чтобы выйти в финал, нужно было отстоять четыре схватки. У каждого спортсмена есть свой коронный прием. То есть это тот прием, который на протяжении всей жизни он его нарабатывает и применяет обычно в такой экстренной ситуации, и когда уже проигрывает, уже невозможно ничего сделать, он тогда его применяет. Эмир Малаев занимается вольной борьбой шесть лет. Он неоднократный чемпион УРФО, но в этот раз ему достался серьезный и крепкий соперник. Чуть было не проиграв первый период, в итоге ничья. Во втором он взял волю в кулак и одержал победу, благодаря верному расчету. Я его первый период мучил, чтобы он устал, а у меня была выносливость больше, чем у него. В первом периоде я, конечно, проигрывал 4-0, но он устал сильно, а я еще мог бороться два периода. Во втором периоде он устал очень сильно, и я просто по выносливости его выиграл. Удивил тренеров Исламдин Черевмурзаев. Боролся юноша из последних сил. Руки и ноги уже не чувствовал. Отекли, дыхание сбилось. Как говорит тренер, Исламдин сумел собраться и буквально на последних секундах вырвал победу на характере. Духом просто, когда сил нет, ты уже хочешь сдаться, ты уже поймешь, что ты проигрываешь. Последние минуты у тебя кричат, проходи. Ты просто накидываешь все свои силы и проходишь. Впереди усиленные тренировки. Спортсмены готовятся к первенству России, которая пройдет в Подмосковье. Сборы уже в мае. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске». И не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова